Добрый вечер! Меня зовут Сергей. Голос за кадром, который вы, может быть, услышите сегодня, будет в исполнении Алексея. Ну, собственно, о чём видео? Видео вообще будет об охлаждении, а именно о радиаторе фирмы Noctua, но изначально видео вообще собирались снимать о другом. Мы хотели реанимировать материнскую плату фирмы Ice Rock, которая была безнадёжно убита в сервисном центре рукожопами 80-го левела, как это часто сейчас принято говорить. В общем, в чём суть была? Они неправильно зашили BIOS и убили слоты оперативной памяти. В итоге материнка теперь не видит оперативку. Ну, это, в принципе, не проблема, перешить BIOS можно, почему-то они посчитали, что это для них невыполнимая задача, но нас сегодня прокатили с материнкой, её нам не привезли, да и, собственно, оперативки нету, поэтому будем снимать об охлаждении. Ну, собственно, виновник торжества охлад фирмы Noctua. Штампуют, кстати, австрийцы, очень хорошо штампуют, фирма очень хорошая. Моделька NH-C12P SE14. Приставка SE14 даёт нам понять, что в этом комплекте идёт кулер 140-мм. Кстати, говорят, очень тихий. Всего лишь 12 дБ, и этот на максимальной скорости в 1200 оборотов. Несмотря на максимальную скорость, такую маленькую, охлаждает он достаточно прилично. Ну, собственно, давайте как раз займёмся анбоксингом самым приятным. В общем, тут много всего. Ну, это плитожная пластина под сокеты Intel, а именно под сокеты 775, 1155-6 и 1366. Вот он тут всё прорезинено, мягенько. Кстати, здесь даже, ну, это потом будет написано. Вот, здесь можно посмотреть как раз, где сокеты. По буквочкам всё расписано. На видео, скорее всего, оно не видно. Ну, хотя вон там что-то прорезается. Ну, не суть. Мы потом сделаем отдельный видеобзор, как будем всё это вставить. И там это всё будет подробненько указано. Следом идёт макулатурка. Тоже расписанная макулатурка для Intel, макулатурка для AMD. Ну, ей мы пользоваться пока не будем. Отложим в сторону. Что у нас есть ещё? О, ещё у нас есть, вот, написано Intel Set. Что же это? А это крепежи для платформы Intel. Как раз тут тоже видно прорези для всех сокетов, ну, которые указаны в мануале. Также крепежи, подушечки мягенькие. Ну, всё как положено. Упаковано, кстати, всё очень просто. Ну, да, в принципе, так же самое и монтироваться будет. А это, значит, крепёж для AMD сокетов. Здесь не предусмотрена крепёжная пластина, потому что этот кулер предназначен уже для более новых материнок, в которых сзади уже идёт в комплекте крепёжная пластина. Ну, а для более дешёвых и более ранних материнских плат, где такая пластина пластиковая, к сожалению, этот кулер придётся цеплять иначе немножко. Но это тоже не проблематично. Ну и, собственно, сам охват. Несмотря на большую коробку, точнее, смотря на большую коробку, сразу видно, что охват тоже будет достаточно большой. И это так. Вот, кстати, тут такой заборщик импровизированный, кстати, очень классная штука. Потому что, да, кулер просто так не вытащишь. Ну и вот он, собственно, махина. Радиатор, ну, не знаю, смотрится, конечно, круто. Приятно бежевый цвет. Кулер ещё более приятного цвета. Молочного шоколада. В принципе, кстати, трёхпиновое питание, от которого это всё питается и коннектится, тоже идёт в цвет кулера. Смотрится оно очень круто. Так, что же из себя представляет сам радиатор? Радиатор, кстати, достаточно большой. Если сравнить его с моей головой, она у меня, в принципе, достаточно большая, то видно, что охлад тоже очень большой. Это сделано неспроста, потому что рассчитано это, ну, сразу ясно, что на мощные процессоры, если есть сокет 155 и 1366. А это уже довольно мощные процессоры. Ну, и, собственно, о чём я хотел. А, ага. Весь радиатор выполнен в таком цвете никеля. Ну, кстати, это действительно цвет, потому что он покрашенный в этот цвет. На самом деле он полностью медный. А как нам известно, медь отводит тепло аж бегом. Кстати, здесь есть защитная такая пластмасска, цепляется. Ну, она нужна тут, если здесь намазана термопаста. В данном случае здесь термопасты нет, потому что мы будем мазать сами. Ну, и, собственно, что ещё можно сказать? Ага. Есть у нас здесь 6 теплоотводящих трубок, которые очень хорошо рассеивают тепло по всей поверхности радиатора. И, собственно, кулер охлаждает этот радиатор очень эффективно. Охлаждать оно должно очень хорошо. Ну, для чего мы это всё снимали? Для чего весь этот сыр-бор? В общем, в следующем видео, скорее всего, мы снимем то, как поставим его на какой-нибудь не сильно мощный процессор, какой-нибудь бюджетненький. И попробуем всё это дело разогнать. Посмотрим, насколько позволит нам всё это разогнать. Насколько хорошо он покажет себя именно во охладе. Ну, может быть, даже снимем промежуточное видео, как это всё будет крепиться. Естественно, чтобы показать, что крепить его сможет даже 5-летний ребёнок, который первый раз видит вообще, что это такое и для чего оно нужно. Ну, собственно, спасибо за просмотр. Ждите наших следующих видеообзоров. Я думаю, они будут скоро. Может быть, даже сегодня ещё пару видео снимем. Собственно, с вами был Сергей, то есть я. И голос за кадром, который вы сегодня не услышали. Ну, хотя мы уже там смешки где-нибудь, похрипывали. В общем, это был Алексей. Спасибо, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.